Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Если вы впервые на моем канале, сегодня я хочу вам рассказать, как с нуля купить себе квартиру без помощи родителей, без наследства, без всех этих ипотек и обременений. По крайней мере, рассказать свою историю от начала до конца, возможно, многих замотивировать, потому что я сама, когда поставила изначально себе цель купить квартиру, очень много подобных видео я каждый день смотрела и тем самым мотивировалась. Поэтому, чтобы мотивировать вас всех, я решила заснять такой ролик. И причем, вы знаете, я очень много раз просто делала вид, что я снимаю этот ролик. Вот абсолютно серьезно вам говорю, я всегда себе говорила, как только я куплю квартиру, я обязательно засниму для вас такой ролик, чтобы замотивировать вас. Потому что на ютубе очень мало таких роликов, а мне кажется, их должно быть очень много, чтобы каждая молодая девушка, не в зависимости от возраста, хотела приобрести свою недвижимость. Это как подушка безопасности в дальнейшем для вас. Я считаю, что если у вашего мужчины есть 5 квартир и более, это его недвижимость. У вашей, в свою очередь, должна быть хоть небольшая квартира, но своя. Это может быть студия, это может быть однокомнатная квартира. И круто, если ваши родители могут вам это обеспечить, подарить или, возможно, у вас бабушка оставит вам в наследство какую-то недвижимость. Но если этого всего нету, я расскажу вам, как я начала все это делать. Я накопила на квартиру, получается, два с половиной года я копила, но можно сказать, большую часть я накопила за последние два года. Вот эти полгода я копила всего по тысячу долларов каждый месяц. Это, конечно, было очень мало. А дальше я уже копила по более крупным суммам. Хочу рассказать, в чем я себе отказывала, в чем нет. Вообще, изначально я смотрела подобные видео, люди рассказывали, что они экономили абсолютно на всем. Я понимала, что у меня не тот случай. Если бы я себе ничего бы не покупала, у меня просто бы не было мотивации снимать. У меня не было бы этой радости жизни. Я, например, предпочла просто много работать, нежели просто очень сильно экономить. Но когда я много работала, у меня просто не было времени ходить по ресторанам, там гулять где-то, ходить в кино, домино, концерты. За эти два с половиной года я ни разу не была у парикмахера. Вот абсолютно серьезно вам это говорю. Это было не только в целях экономии. Просто парикмахеры, которые мне нравятся, они стоят очень дорого. А те обычные, как забегаловки, так скажем, небольшие такие парикмахерские под домом, я не очень доверяю этим профессионалам, так скажем. Мне проще пойти на какое-то мероприятие, просто выпрямив волосы, чем делать супер какую-то прическу, как у Лены Лениной, и сражать всех на повал. Вообще, если честно, я немного не понимаю женщин, которые вообще не могут обойтись без помощи, например, визажистов, парикмахеров или маникюрщиц. Я считаю, что каждая девушка должна уметь за собой ухаживать, по крайней мере, хотя бы делать себе мейк и прическу. И эти два с половиной года все это делала я сама. Плюс еще такой вот для меня все-таки плюс. Это была пандемия, которая была в 2020 году. И все рестораны, все мероприятия были просто ликвидированы. Также свадьбы. У нас, например, в Азербайджане, если ты идешь на свадьбу, минимум ты должен подарить, не знаю, тысяч семь. Это как минимум. А иногда бывает, например, в месяц, в летние месяца, так скажем, 3-4 свадьбы. И у некоторых людей вся зарплата просто уходит на свадьбы. А не идти как-то неудобно, когда тебя приглашают. Из-за этой пандемии вот этих всех мероприятий не было, и, следовательно, получилось сэкономить кругленькую сумму. Если вы решили приобретать недвижимость, то первое, что я вам хочу посоветовать, это побольше смотреть подобных видео. Побольше заходить на сайты с недвижимостью, смотреть варианты. Хотя даже если у вас на данный момент нету денежных средств, просто смотрите, чтобы смотивировать себя больше работать. Чем вот чрезмерно экономить, на мой взгляд, просто лучше найти более оплачиваемую какую-то работу. Возможно, работу на процентах, чтобы у вас была какая-то ставка, а не просто фикс зарплата. Когда у тебя фикс зарплата, у тебя даже нету желания особо так сильно работать. Поэтому обязательно нужно себя мотивировать. Я купила квартиру налично, купила за 2 миллиона 800, но немножечко я взяла там в кредит в банке, но это был просто потребительский кредит, потому что именно до квартиры, которая мне нравится, мне немного не хватало. Но этот кредит я в ближайшие 3 месяца, думаю, закрою, потому что там небольшая сумма. Но если вы не зарабатываете столько, сколько зарабатываю я, вы можете просто в течение 2,5 лет накопить на первоначальный взнос и взять квартиру в ипотеку. Изначально я тоже рассматривала все эти варианты, но просто посчитав немного на калькуляторе, посидев подумать, почесав затылок, я поняла, что очень большая переплата получается. Учитывая тот момент, что я квартиру не снимаю, я живу с родителями, со своей мамочкой, зачем мне вот бежать и в ипотеку покупать? Пусть будет чуть попозже, но будет наличное, и вот эту вот всю переплату я оставлю где-то там позади. Когда я уже смотрела варианты, мне приглянулась квартира трехкомнатная, и деньги, которые у меня есть, будем условно называть это 3 миллиона, я бы могла бы дать как первоначальный взнос, и потом в течение 5-7 лет оплачивать дальше, и в конце трешка будет у меня. Но я головой понимала, что в этой квартире мы с моим парнем жить не будем, то есть мы будем жить на его квартире, а это мне нужно просто как какое-то имущество, которое я, возможно, буду в дальнейшем сдавать, и эта недвижимость будет приносить мне дивиденды. Как говорится, деньги должны делать денежки, а для этого обязательно денежные средства нужно хранить в банке, ни в коем случае под подушкой или, не знаю, под кроватью, какой-то сейф. Опять же, решать вам, но мне кажется, очень безопасно хранить это все в банке, плюс на вашу денежку сверху приходит еще копеечка, это приятно, почему бы нет? Хотя, учитывая тот момент, что я хранила все деньги исключительно в долларах, у нас такая политика, я не знаю, везде так или только у нас, если ты в банке хранишь, например, в долларах, ты получаешь меньше процент, нежели в монатах, но я все равно предпочла хранить именно в долларах, потому что доллар, мне кажется, это такая валюта, которая более устойчива и более надежна. Следующий момент, где я экономила, это мои ноготочки, маникюр, педикюр, я все делала сама, купила гель-лаки достаточно давно, раньше я занималась этим, то есть делала девчонкам покрытие, очень-очень бюджетно, это было в университетские годы, так я подрабатывала, так скажем, поэтому, если вы хотите сэкономить, почему бы это все не делать самой дома, никто вам не говорит, что ходите страшные, не знаю, неухоженные, просто это колоссальная, мне кажется, экономия, если все это делать самой. У меня получается очень даже хорошо, мне самое главное нравится, возможно, супер какие-то сложные дизайны у меня не получаются, но я прекрасно обхожусь и без всей этой мишуры. Вообще, я изначально рекомендовала бы взять тетрадку и начать записывать все ваши расходы хотя бы в течение одного месяца, ну прям все, вот купили вы батон, не знаю, там в супермаркете, записали его, купили резинки для волос, записали, все-все-все я рекомендую именно записывать, а потом в конце месяца делать вывод, на что вы правильно сделали, что потратили, а какие-то расходы, возможно, можно урезать. Если брать чисто меня, я не путешествовала, например. Во-первых, не было такой возможности физической, потому что была эта вся пандемия, всем было не до этого, ну и вообще и до этого тоже, предыдущий, например, год, я тоже не путешествовала, не потому что у меня не было денег, но я просто старалась копеечку отложить. Конечно, выбор каждого, кто-то предпочтет, например, до конца своих дней снимать и при этом видеть мир, путешествовать, жить моментом. Но я человек, который живет завтрашним днем, и поэтому для меня было очень-очень важно иметь свою недвижимость, поэтому я исключила все путешествия. Конечно, в кафе, там, не знаю, в рестораны я с подругами иногда выбиралась. И то не потому, что я экономила, а просто потому, что я очень много работала. Я выкладывала по три ролика в день, я работала на своей основной работе, и все денюжки старалась откладывать, не учитывая где-то, наверное, тысячу долларов на наши расходы чисто домашние, то есть у меня мама не работает, бабушка тоже, а за коммунальные услуги надо платить, продукты нужно покупать, что-то, например, дома сломается. Короче, разные моменты, и все эти расходы всегда лежали на мне. Но мне кажется, лучше купить недвижимость, подкопить денюжку, все это сделать перед тем, как у тебя появятся дети, потому что дети – это очень большие расходы. Например, взять даже вот эти вот простые памперсы, всякие смеси. И мне кажется, когда у тебя есть ребенок, тебе хочется больше времени проводить именно с ребенком. Не постоянно пахать на работе, а проводить где-то в парке, уделять ему время, покупать что-то. Отказать ребенку, мне кажется, гораздо сложнее, чем отказать себе. Именно поэтому я считаю, что покупать недвижимость нужно где-то до 25 лет. Если даже нету возможности, например, купить наличную, можно купить студию в ипотеку и потихоньку выплачивать ее в течение 5-7 лет. Я на самом деле против ипотек на 20-25 лет. Я считаю, что это очень длительный срок, и учитывая процентную ставку, вы просто дохрена переплачиваете. Лучше я возьму небольшую квартиру, пусть будет это студия, пусть будет однокомнатная. Но пусть я ее возьму на 5 лет. Чем я возьму? Трешку огромную, но буду платить за нее 25 лет. Но опять же, выбор за вами. Каждый выбирает вариант, который по зубам и по вкусу ему. Если вы все-таки решили приобретать недвижимость, и у вас в мечтах, например, огромная квартира, а бюджет у вас очень маленький, мне кажется, вы очень быстро просто сойдете с пути. Поэтому цель надо ставить очень даже реальную. Смотреть себе по карману, смотреть на свою зарплату. И мне кажется, копить можно не больше 4 лет. Мне кажется, человек как-то истощается. Ты в чем-то себе отказываешь постоянно. И мне кажется, в конце концов, человек просто сорвется, возьмет, потратит эти все деньги. Ну, по крайней мере, я говорю от себя. Я бы не смогла копить, например, 7-8 лет. Следующий момент это такси. И можно сказать, за 2,5 года я очень редко пользовалась услугами такси. Потому что намного бюджетней проехаться на автобусе. И меня совершенно не смущает тот момент, что в автобусе я встречаю своих подписчиков. Или, например, на рынке, когда я покупаю фрукты. И опять же встречаю своих подписчиков. Я не кричу, а дай-ка, Эмили, привет! Я говорю, привет, я здесь. И что? Зачем кого-то из себя строить, лишние эти понты, кому-то что-то доказывать, показывать себя, пытаться быть в чьих-то глазах лучше, если люди искренне тебя любят. Они любят тебя и простым, таким, какой ты есть. Я в универе часто встречала такие моменты. Девочки пытались выглядеть богаче, покупая себе последний айфон в кредит, чтобы другие девочки завидовали или дружили, найти каких-то богатеньких подруг. Но мне кажется, все это ерунда. Если ты ставишь перед собой цель, тебе не должно быть важно мнение других окружающих. Так что такси в моей жизни почти отсутствовал. Можно сказать, за два с половиной года раза 20 я пользовалась услугами такси. Может 30, но не больше. Вот про такси заговорили, я сразу вспомнила. На моей основной работе я туда не хожу, я работаю дистанционно. И это, следовательно, даже экономия на автобусе. То есть я не еду туда-обратно, я не покупаю там еду, например. Если бы я ходила на работу, я бы иногда, например, вынуждена была на обеде что-то себе купить, покушать. А так я покупаю что-то покушать, я снимаю мукбанг, я делаю для вас контент. И, естественно, зарабатываю на этом деньги. Сказать, что я не покупала себе косметику или отказывала себе в шмотках, я не могу. Это просто будет вранье. Потому что это все я покупала, но я покупала какие-то недорогие вещи. Могу объяснить почему. Почему? Вообще жить без покупок это не мое. Я питаюсь этим. Как вам правильно сказать, даже не знаю. Я получаю безумный кайф, когда покупаю себе что-то новое. Именно поэтому я покупала себе какие-то бюджетные вещи, тем самым радуя себя и не потратив большие суммы денег. У меня нет ни одной брендовой вещи в гардеробе. На меня так смотрится сетка, как будто я что-то делаю незаконное. Что случилось? Я рассказываю людям, как купить хату. Тебе тоже было бы полезно. Послушаем. То есть у меня нет супер дорогих каких-то брендовых вещей, хотя я бы могла спокойно себе это позволить. Просто потому что передо мной стояла цель недвижимость. Я считаю, что недвижимость с каждым годом растет. По крайней мере у нас в Баку точно. Если 10 лет назад мы покупали эту квартиру за одну цену, сейчас она стоит ровно в два раза дороже. Конечно, понятное дело, инфляция и все дела, но все равно, учитывая зарплаты тогда и сейчас, зарплаты не сильно повысились, а недвижимость очень даже подорожала. Поэтому я считаю, что своя квартира это, конечно, большая роскошь. Элементарно просто. Ты снимаешь квартиру, ты не можешь прибить, например, полку там, где нравится тебе. Ты не можешь заказать мебель, которая нравится тебе, потому что завтра ты, возможно, переедешь из этой квартиры. Или хозяйка квартиры, например, решит больше не сдавать эту недвижимость. Опять же, я никого не уговариваю. Просто мне кажется, до 25 лет лучше решить этот вопрос, закончив универ, уже думать о чем-то таком серьезном, чем покупать себе какие-то тачки. Иногда я реально поражаюсь, я смотрю на блогеров, люди покупают за 10 миллионов машину и при этом снимают квартиру. Я никого не осуждаю, опять же, не хочу никого обидеть, я просто могу сказать, что я не понимаю таких людей. У каждого, конечно, свои приоритеты, но мне кажется, прежде всего, недвижимость. Мои хорошие, я очень надеюсь, что сумела вас замотивировать. Если я смогла, то и ты сможешь по-любому это сделать, даже если у тебя есть семья или есть другие какие-то заботы, хотя бы на первоначальный взнос ты сможешь накопить и купить себе свою квартиру. Я тебе искренне, прям вот от всей души, вот реально желаю, чтобы эта твоя мечта осуществилась, потому что, если ты думаешь о недвижимости, это уже значит, что ты очень умный человек. На этом все, всех люблю, целую, не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!